Я ждал этого 60 часов, наконец-то. 30 секунд, Саня, это все закончится через 10 секунд. Волога, теперь будет как бы столицей татуировочного мира получается у нас в России-то. Саня, все, 13-30. Ура, все, кайф. Мы установили новый мировой рекорд. То есть до этого мировой рекорд был 56 часов 30 минут. Мы установили новый рекорд 60 часов 30 минут, получается. Идея пришла как? У нас есть, так сказать, у нашей команды общие знакомые, которые интересуются всякими интересными мировыми рекордами. Вот как-то мы в очередной раз обсуждали какой-то новый рекорд, очень странный и интересный. И мне пришла идея в голову, почему бы не поискать рекорды, связанные с татуировками. По-моему, татуировщики занимаются просто... Кто-то рисует красивые картинки, кто-то зарабатывает деньги. А можно сделать из этого неплохого такого шоу, такого необычного формата, именно мировой рекорд. Мало очень людей, кто этим занимается. Тем более в России мы первые были. Мы решили, что мы должны все-таки первые взять и сделать этот рекорд. У меня не было мысли отказаться, не было мысли, в принципе, слиться о том, что я не справлюсь. То есть сразу какая-то была самоуверенность, что ли, какая-то здравая. То есть я, в принципе, понимал, как это работает, понимал, что от меня требуется, в принципе, тренировался ради этого. То есть мы... Питание, сон, витамины, то есть тренировки. То есть мы не так просто все утром встали и пошли делать рекорд. То есть мы к этому готовились. Провели сеанс 24 часа подготовительный и 48 часов подготовительный. И после этого уже поехали на конвенцию в Москве и подтвердили рекорд. Мы отправили в три книги рекордов. Это книги рекордов России, Интеррекорд, международная тоже книга, и книги рекордов Гиннесса. С книги рекордов России и с Интеррекорда нам уже подтвердили рекорд. То есть я уже, получается, первый российский рекордсмен. А от книги рекордов Гиннесса мы еще ждем ответа. То есть они уже документы все получили, они их рассматривают, просто ждем ответа. Аплодисменты! Да подожди, рожили. Но это признание таких уважаемых друзей, коллег. Напомню вам, что данные видеоролики, которые были сняты в ближайшие часы 30 минут, будут переданы в лоб, но не только потом. Ты нам всем сообщишь на своем телеканале, о том, что это видео будет, что договорились. За все это время я сделал татуировки 12-ти людям. Сделал 15, получается, татуировок. То есть кто-то сделал 2 татуировки себе, а кто-то одну. Ну, наверное, процентов 90-80, может быть, это все были незнакомые люди. То есть они вызвались, они поддержали, они помогли. То есть это подписчики канала нашего. Это, в принципе, люди, которые следят за моим творчеством именно в Москве. К счастью, до конца дошли, до самой записи дошли прям адекватные люди, которые все-все понимают. Конечно, люди писали до этого, которые хотели бы участвовать в рекорде, но не переживали, не боялись. Они, в принципе, отказались от участия. Я, в принципе, их понимаю. Идти к мастеру, который не спал 70 часов, как бы, ну, такое себе удовольствие, да. Но, в принципе, прошло все хорошо, клиенты все довольны абсолютно. Кормили, поили меня прямо в процессе. То есть я не отвлекался на еду, прям с ложечки кормили. То есть я работал, у меня команда моя с ложечки кормила, поила. На еду времени вообще не было. То есть, потому что сборка рабочего места, подготовка эскиза всего, это не входит в рабочее время. В рабочее время только входит татуирование. И, следовательно, все рабочее место я готовил каждому клиенту новое, каждому клиенту одноразовое. И на это тратил именно свое время, время отдыха. Супчики, что-то максимально полезное, чтобы ни в коем случае ничего не заболело, ничто не скрутило. Самое сложное, наверное, морально именно подготовиться. То есть эмоциональное состояние очень важно. То есть перед самим рекордом я дал себе такую установку, что я готов, в принципе, я хочу как бы взять и победить. Работа очень связана прям с мозговой деятельностью. То есть ты постоянно думаешь, ты думаешь, как что сделать, как все проработать. В принципе, от этого не устаешь. То есть, ты устаешь, но не засыпаешь, потому что твой мозг постоянно работает. Плюс ко всему, разминки, они, конечно, не очень сильно помогали, но, в принципе, уже в конце как бы там спасало все, что угодно. Ну и пуэр, то есть, в принципе, многие везде в комментариях, везде утверждают, что я был под какими-то там веществами, что невозможно не спать такое время. Все возможно. Только китайский пуэр. Все. Ну спать хотелось? Конечно, хотелось. Очень хотелось спать. И вот эти вот волны, знаете, когда эмоциональное состояние повышается, ты вроде бы полон сил, полон сил, проходит час, и ты опять в упадке, ты в депрессии, ты сидишь, поскорее бы все закончилось. Потом опять все резко вверх, все хорошо. Вот. И вот так на протяжении всех 6 часов, то есть, волнами состояние такое было. Очень сильно болели руки на вторые сутки, прям очень сильно. То есть, сначала у меня отказала одна рука левая, которую мы используем для натяжения кожи, то есть, она отказала первая. То есть, мы ее как-то попытались перемотать телостичным бинтом, чтобы она просто хотя бы не болела. Потом начал отказывать правая рука, которой я работаю, вот. И уже, наверное, часов за 7-8 до окончания рекорда открылось новое дыхание, все резко прошло, в принципе, и я доработал. После рекорда я планировал поспать, то есть, как у нас было, что я устанавливаю рекорд и ложусь спать, что потом мы уезжаем из Москвы обратно в Вологду. Но все это проходило на конвенции, то есть, мы застали последний день конвенции, и когда рекорд уже произошел, то есть, со всех сторон напали все, давай поздравлять, обнимать как-то. И появилась пятая волна, получается, я вообще не мог уснуть, то есть, я пытался сам себе настроить поспать, там, у меня была отдельная гримерка, то есть, я лег на диван, что надо поспать, потому что, ну, организму как бы тяжело, я чувствовал, что организму тяжело. Но никак не получалось уснуть, и пришлось мне еще, получается, 10 часов я ходил по конвенции, со всеми общался, там, вот, то есть, в общей сложности я не спал, 75 часов я посчитал. Прям был счастлив, то есть, наконец, все закончилось, и все поздравляли, я бегал, улыбался, ура, ура, ура. Все собранные средства со всего мероприятия мы перевели в фонд Хабенского больным детям, то есть, что, некоторые просто путают, да, некоторые думают, что мы, как бы, нам заплатили деньги за это мероприятие, и мы эти деньги пожертвовали, как бы, детям. Нет, то есть, мы сами, получается, деньги заработали на это мероприятие, только после этого уже их пожертвовали детям. То есть, нам никто за этот рекорд не платит, за рекорды никто не платит, многие думают, что за рекорды, как за Нобелевскую премию, там, платят деньги какие-то, там, награды и что-то еще. Нет, то есть, все на собственном энтузиазме, то есть, мы захотели, мы это мероприятие провели, мы собрали деньги и перечислили их детям. В прошлом году, перед Новым годом, мы уже в Вологде проводили подобную акцию, то есть, мы всей студией работали, и все собранные средства мы, получается, пожертвовали в детский дом в Вологде, как раз-таки, вот, есть уже благодарность. И мы решили, что, почему бы теперь общественные такие мероприятия также с целью благотворительности не делать. В принципе, два дела, как бы, одним выстрелом. Я всегда занимался чем-то таким творческим, необычным, то есть, до этого, там, музыка, какое-то рисование, и тут, в принципе, как такое новое направление, решил для себя попробовать. Мне очень сильно понравилось, то есть, сразу, как любовь с первого взгляда, то есть, в принципе, сразу понял, что я хочу этим заниматься, и начал просто этим развиваться, 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 не стоять на месте ни в коем случае. Именно, как бы, цели сразу были какие-то, не просто, как хобби этим заниматься, а именно, что-то такое интересное, необычное. Вот, в огромных масштабах. Татировкой занимаюсь пять лет уже, то есть конкретно этой студии два года, команде два года. Последние, наверное, полгода мы готовились именно к рекорду. А помнишь первый татировок, который делал кому-то? Да, конечно. Что это было и просветило? Это было, наверное, машинкой это было. Мы до этого, в принципе, работали вручную, но если говорим о каком-то профессиональном, то я делал машинки своему другу. В принципе, мне было дико интересно, то есть никакого страха там не было. То есть было максимальное непонимание, что я делаю, потому что все-таки как бы этому нигде меня не обучили. Никто, то есть я по телефону созвонился с мастером, он мне подсказывал, грубо говоря, по телефону, как мне что нужно делать. У меня свободна спина, правая рука и пол левой ноги, то есть оставшаяся часть тела, в принципе, она все уже забита. Я не делаю крупные, большие проекты, то так забиваются, знаете, целыми рукавами, то есть я делаю обычно картинками. То есть большинство моих татуировок это отдельные картинки. Если рассматривать как отдельные картинки, то, ну, около, может быть, не знаю, там 60, может быть, чуть больше. Я и не считал, честно говоря, ни разу не считал. То есть, ну, мне кажется, от 50 до 70 где-то так, может, точно есть. Наверное, больше даже. Кто бьет татуировки, картировщик или картинками? С этим очень сложно, на самом деле, найти для себя мастера, потому что ты во всем этом разбираешься, есть какие-то подводные камни. Вот, то есть в Вологде конкретно, то есть я забиваюсь либо у ребят своей команды, кто у мастера у нас работают, либо у того самого мастера, который меня, как бы, обучал изначально в Вологде. То есть я, наверное, доверяю только ему, в принципе, и забиваюсь только у него. А там уже, то есть на конвенциях, там, к примеру, на лице, там, я делал Устаса Громова, то есть очень известный там татуировщик, да, то есть на руках, то есть у меня там тоже есть татуировки, как бы, от очень таких популярных ребят, вот. Отличный повод познакомиться, пообщаться, сделать татуировку, как бы, поговорить вообще о профессии, в каком-то дальнейшем развитии. До этого мы развивались как-то ступенями, то есть сделали все, как бы, постепенно, 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 а сейчас, благодаря этому рекорду, то есть мы подняли для себя очень большую планку сразу вверх. Ну, уже думаем, что делать дальше, потому что просто делать дальше татуировки уже, наверное, скорее всего, не получится, нужно делать новый интересный формат, новое шоу какое-то организовать, может быть, новые рекорды.